какая у нас жара но лето уже заканчивается и так грустно становится с одной стороны что лето подходит к концу в любом случае она бы нам бы очень быстро надоело если бы оно было вот постоянно лето одно лето вот представьте только лето но мне как минимум надо мне как минимум бы надоело это точно я просто себя знаю я такой человек как бы люблю все новое люблю что-то менять да поэтому я часто меняю баннер канала потому что что-то новое нахожу чего-то другого хочется иногда кстати кому интересно я выложу различные вариации своих баннеров в группе вконтакте может быть кому-то просто интересно есть варианты очень странные и по-моему даже те которые я не выкладывала никогда на баннер не ставила после того как я съездила лесовичок немного изменилась цифра на весах я уезжала весила 49 килограмм приехала домой стало 52 с чем-то это был просто удар для всех ну это логично как бы мы же ехали туда не на диете там сидеть мы ели шашлык целый день пили пиво ели сухую рыбу само собой подразумевает то что ты поправишься как бы я навру если скажу что не расстроилась расстроилась но это расстройство как-то знаете быстро прошло углубилась в поиски работы я углубилась в съемку видео то что именно мне хотелось то что мне именно нравилось углубившись во все это я замечаю я не думаю так часто о фигуре так часто о своем внешнем виде да я думаю что я надену перед выходом да что и как я сделаю на лице как я должна примерно более-менее выглядеть но это не направлено на то чтобы сделать из себя какую-то красотку сногсшибательную что-то очень невероятное я просто выгляжу как обычная девушка причем самое что ни на есть обычное многие даже практически не замечают меня если конечно не знаю я только без лифчика и многие обращают только на это внимание я кстати сделала свою серию смайликов именно из своих каких-то портретов да я просто вырезала некоторые фотографии свои эти фотографии были с различными эмоциями и соответственно они выглядят и подходят вообще для того чтобы использовать их как смайлики я бы хотела чтобы мы если что в группе может быть общались посредством этих смайликов не в плане прям общались общались но выражали какие-то свои эмоции и это было бы очень круто эти смайлики собирались за за все время вообще существование наверное моего канала но не прям за все время за все последнее время я старалась я их собирала я их вычленяла я где-то что-то просматривала причем это изначально были просто какие-то картинки просто какие-то эмоции мне они были интересны я не знала что я с ними дальше сделаю а потом просто сделала из них смайлики просто не знаю мне интересно ваше мнение на этот счет я не знаю как я там что я там настроила с камерой потому что я ее как-то перенастраивала пока снимала предыдущие видео сразу спонтанно это сложно настроить приезжала мама парня и снимала в то время ролики но не знаю даже буду я выкладывать что-то или нет но сегодня у меня такое небольшое вдохновение почему потому что я сижу дома сегодня сегодня просто должен прийти газовщик у нас повесили объявление на подъезде но пока я жду у меня там стирается белье и я занимаюсь всяческими делами только что вот покушала самое вкусное мое любимое блюдо которое я просто могу есть не целыми днями я бы ела это целыми днями несколько раз больше хотела передать привет у меня просил один молодой человек который смотрит меня я напишу здесь твое имя потому что так я его не помню я записывала в ноут но обновила недавно свой телефон с восьмерки до десятки и это жесть передаю тебе огромнейший привет спасибо что смотришь меня спасибо что комментируешь также иногда наверное по поводу обновления хочу сказать я когда обновила телефон не было паника просто вообще зачем я стала обновлять телефон дайте-ка подумать microsoft решили больше не выпускать обновления на skype на восьмой windows и соответственно у меня перестал работать skype я наверно где-то с полмесяца так проходила потом мне мой парень говорит о том что да они уже все как бы обновления не выпускают для восьмерки окей я обновляюсь до десятки о эврик у меня ни хрена не работает мало того что мне кучи головняка доставила это обновление в качестве того чтобы переустановить все свои программы они как бы обновились сразу до десятки тоже минимально это то что нужно было ввести пароли везде а я их не помню и так как я обновила windows на своем ноутбуке соответственно там у меня тоже информации нет вся эта информация на отдельном съемном жестком диске я его вставить не могу где-то что-то посмотреть короче и как казалось бы да это продукт за который ты платишь деньги и соответственно ну хотелось бы видеть качество я поняла это качество только спустя какое-то время попользовавшись десяткой потому что десятка мне не нравится не на ноутбуках не на компьютерах нигде обновила на телефоне вчера windows на десятку это капец ощущение что у меня новый телефон вот честно что хочу сказать по поводу обновления именно на телефоне есть некоторые неудобства допустим тот же ноут который должен был сохранить да не то чтобы должен был на компьютере кстати та же проблема я считала что старая записная книжка текстовик который на восьмерке если я его открою на десятке то ну соответственно он будет просто визуально другой но текст должен сохраниться в итоге нет что и получилось получилось что старая информация которая была еще на десятке на старом ноутбуке открылась на новом ноутбуке на новой десятке так сказать уже с новыми обновлениями но старые мои пароли все что я водила не сохранилась их как хорошо что все у меня было на жестком диске просто обновила это все перекопировала все окей но вот такая вот беда имейте ввиду здесь у меня допустим в ноут на телефоне все было все абсолютно идеи для видео какие-то вопрос ответ да теперь я не снимаю такое видео как вы заметили потому что там все были вопросы и ну если есть какие-то то задавайте новые под новыми видео я их буду соответственно постепенно переписывать добавлять к себе новый ноут да еще как вы заметили изменился формат видео я думаю по формату видео заметно что сейчас просто такой период который я переживаю никаких трудностей ничего это знаете это с области понимания себя психологического наверно характера когда ты копаешься в себе пытаешься что-то изменить в себе пытаешься наоборот что-то взращивать себе именно хорошее когда ты в этом процессе то чтобы нет времени снимать что-то делать нет ты уже не хочешь делать то что ты делал раньше ты уже так сказать перерос это что ли я могу это делать я могу снимать те же самые видео и болтать и рассуждать и это еще будет на моем канале но уже будет как-то наверное в другом формате мне нужно до этого еще дойти как-то сюда обдумать осмыслить потому что с бухты-барахты как-то не хочется делать да я меняюсь и по ходу меняется мой канал по ходу меняются ролики съемка ролика подача информации общение с вами блин я надеюсь это никоим образом вообще не доставляет никому дискомфорт я надеюсь наоборот все станет только лучше да и мы не будем знамениты с вами но мы будем радоваться каким-то мелочам радовать друг друга знаете я тут недавно кстати занялась некоторыми такими домашними делами не в плане уборки этим я занимаюсь каждый день у нас все как-то зависло в подвешенном состоянии не все было потому что то нет финансов лишних на это то нет времени нет желания приезжала мама да и мы с ней ходили выбирали шторы не тюль а именно шторы не такое дешевое удовольствие допустим готовые мы нашли за 3 200 я посчитала это дорогим решила что куплю ткань и пошли сама шторы ну не именно сама а отдам на подшип и мне это войдется дешевле что вы думаете нет если бы конечно ткань я купила какую-нибудь очень дешевую то да это было бы дешевле но так как ткань мне обошлась 500 рублей метр в итоге что мне обошлось это намного дороже во-первых сама ткань обошлась только в 4 200 пошив 1700 многие говорят что пошить что-то в ателье дешевле чем купить это именно вот в целостном виде да уже готовым нихрена это не дешево у нас вот коробки стоят это шкаф шипонер называйте как хотите пока мы ходили за ним и избили все ноги успела порвать одну пару обуви и да еще я поставила себе огроменный синяк который уже в принципе сходит но этому синяку уже где-то не знаю неделя наверно шла мимо кровати и одну кровать просто уголок не заметила ударилась очень сильно приехав домой у меня сразу опухла нога потом образовался такой синий желто зеленый рисунок при прекрасные похожи на наколку мне нравится так что рецепт от полины как поставить себе наколку да сделали еще тумбочку на заказ вернее мы ее заказали нам ее сделают и вот тумбочка на заказ обошлась дешевле чем мы видели допустим тумбочку в кофе это знаете как мы все в свое время еще до youtube орали какая плохая реклама на телевидении вот она плохая сами сами превратились тоже телевидение в ту же рекламу когда мы сидим неживым общением общаемся пытаемся быть такими свойскими такими офигенными но на самом деле мы превращаемся в то же самое телевидение и когда часто мне пишут что я там где-то затягиваю где-то моменты специально вставляю там чихнула пукнула я не знаю там поперхнулась я хочу так это жизнь это живое общение я в живом общении могу и запинаться могу и заикаться могу и не знаю забыть о чем я говорила я могу смотреть в другую сторону я могу не знаю там растягивать слова я могу бекать мекать могу все что угодно делать это живое общение короче ладно друзья я пойду монтировать продолжать дальше я не знаю я как-то сейчас импровизирую более как-то так жизненный такой формат если вам нравится то да конечно я буду только за если вы поставите палец вверх как-то прокомментируйте этот ролик может быть предыдущий я надеюсь у всех все хорошо надеюсь погода вам всем нравится потому что у нас жара просто вот ну я надеюсь у вас попрохладнее немножко хочу с вами попрощаться сказать что мы увидимся в следующем ролике я надеюсь вам нравится проводить здесь время так что пока пока